А мы с вами начинаем. Наше с вами сегодняшнее занятие посвящено одному из блогов, которые мы изучаем в рамках SMM, а более точечно в рамках таргетированной рекламы. В данной ситуации сегодня мы с вами встречаемся по поводу Инстаграма. Сначала несколько слов обо мне. Меня зовут Вологина Ольга. Я преподаю SMM, таргетированную рекламу и курсы по маркетингу в Центр Специалист. Сама по себе я директор по маркетингу в сети веревочных парков Panda Park. В прошлом у меня определенный послужной список, ибо не сразу я дошла до жизни такой. В этом списке в том числе стоят компании, где я работала, если спускаться ниже по лестнице, директором по digital инструментам в рекламе. То есть я была директором по интернет-маркетингу. До этого, соответственно, я занималась пиар-направлением, интернет-пиаром, то есть это работа с репутацией, размещение статей и в том числе SMM. А до этого еще я возглавляла SMM-отдел в одном из рекламных агентств нашей с вами необъятной родины. И у вас на экране виден список брендов, с которыми я так или иначе работала именно в должности SMM-специалиста, и которые я могу называть согласно подписанному соглашению и разглашению. Сегодняшняя наша тема будет посвящена рекламной... одному из блоков рекламной истории в Инстаграме, в приложении Инстаграм. Поэтому, значит, давайте немножко расставим точки над «и». Когда мы говорим о работе социальных медиа, то есть это SMM, оно предполагает как правило, как говорят, народу социальных и социальных. В этом числе социальных сетей много. Две из них – отечественные и лидирующие, это ВКонтакте и Эргопластники. Есть еще социальная сеть Facebook, очень популярная, особенно ближе к столицам, тем более популярная. И приложение Instagram. Поэтому вот как раз о приложении Instagram и возможности работы в нем мы будем разговаривать сегодня. Инстаграм, который принадлежит Facebook уже несколько лет, имеет с ним объединенный рекламный кабинет. Поэтому для того, чтобы делать рекламную кампанию в Инстаграме, нам по-любому понадобится Facebook. Если вы делаете с десктопа, соответственно, вы заходите в логин, пароль Facebook. Если вы делаете с мобильного устройства, когда вы нажимаете на кнопочку «Продвигать», если вы продвигаете публикацию, вас все равно переводят в настройки Facebook. Поэтому я попрошу вас сейчас залогиниться в Facebook. Я сейчас меняю нашу вот эту красивую картинку обо мне на Facebook. Итак, у вас сейчас на экране мой Facebook. И, соответственно, через мой Facebook я перехожу в раздел «Создать». Соответственно, если на ваших компьютерах находится Facebook обновленной версии современной, это у нас декабрь, вы переходите в рекламный кабинет через кнопочку «Создать». Дальше блок «Реклама». А если на вашем компьютере у вас есть где-нибудь Facebook, где вот «Создать», а там ничего нет? Уже нету, да? Все, мы закончили со старинной версией. У вас есть. Значит, тогда в вашем случае у нас получается вот эта вот пирамидка. И вот здесь будет «Создать рекламу». Вы нажимаете, соответственно, здесь «Создать рекламу». Рекламный кабинет Инстаграма и Facebook объединенный, переведен на русский язык не полностью. Поэтому не удивляйтесь, когда у нас на вкладочке появляется, например, «АДС-менеджер». То есть «Адвертайзинг» – управление рекламным кабинетом. Сам по себе рекламный кабинет Facebook на самом деле очень велик. Если я сейчас открою все инструменты, вы увидите, то здесь достаточно большое количество, на что стоит обратить внимание. То есть тут прям реально много. Но в рамках курса по СММу и в рамках нашего с вами сегодняшнего занятия мы берем вот эту первую строчку, которая, в принципе, достаточно для того, чтобы делать базовые настройки рекламного кабинета, базовые настройки рекламы. А для тех, у кого старую, вы точно так же переходите в «АДС-менеджер», просто она у вас немножко по-другому выглядит. Итак, рекламные кампании, которые мы видим здесь, вот с этого начинается философия Facebook, что сначала, дорогие друзья, мы должны понять, зачем нам все это надо. Поэтому все управление рекламного кабинета у нас двигается с левой стороны. Если вдруг вы потерялись в никакой нигде, я уже вроде сейчас покажусь, посмотрите, с левой стороны у вас подсвечено синий. Продолжение следует... Сейчас, дорогие друзья, одну секундочку. Дата магия. Дата магия. Раз, три магия. Итак, где мы сейчас находимся, у нас двигается вот здесь. То есть это система, по которой мы сейчас шаг за шагом проходим. Наша колонка, получается, если смотреть на экран, самая левая колонка, она подсвечена синий. Если вы сделали этот шаг верно, у нас будет появляться галочка. Вы молодцы, шаг выполнен правильно. Все остальное рабочее поверхность у нас находится с более правой стороны. И здесь, после того, как мы говорим, вообще, ребята, зачем нам это надо, какова цель нашей рекламной компании, нам предлагается в глобальном смысле, в случае среди рекламы, ответить на вопрос. Наша задача увеличение узнаваемости, то есть увеличение охвата. Или наша задача привлечения клиентов. То есть, например, если вы РЖД, и у вас новые тарифы на летние билеты на поезда дальнего следования, ваша задача, чтобы про это узнало максимальное количество людей. Значит, они узнают, они сами к вам в кассу приведут за билетами по дешевке. Если вы молоко Леонозовское, делаете ребрендинг, и теперь у вас ваше молоко в новых пакетах во всех магазинах, от Красноярска до Калининграда, ваша задача рассказать людям о том, что вот это вот черно-зеленое, это тоже ваши пакеты, и это тоже самое вкусное молоко. То есть максимальный охват потребителей. А если вы компания сильно меньше, вам не надо о себе рассказывать вот этот вот бах размером со стороны. Вам нужно, чтобы за ваши, например, 20 тысяч рублей, которые вы готовы потратить на таргете, К вам бы пришло, хотелось бы 20 клиентов со средним чеком в 5 тысяч каждый, 20 вложил, сотку получил. Правильно у нас получается? Я так правильно считаю, дорогие друзья? 20 тысяч потратили. Ну, услуги, я про то, что 20 тысяч вложил в рекламу, получил 20 клиентов со средним чеком в 5 тысяч, 20 умножить на 5, 100, 100 тысяч. 20 вложил, 100 получил. Тогда правильнее вам будет обратить внимание не на блок, на вайдинг, а на блок центральный, который называется лиды. Вот, словом лиды, у нас маркетологи называют любого целевого потребителя, который может совершить действие. Например, человек пошел, вы дали рекламу баннерную, человек пришел к вам на сайт и оставил вам ваш, и оставил на сайте телефон и имел. Это лид, человек. Вы сделали лендинг, посадочную страницу, где написано, покупайте наши газонокосилки, самые крутые газонокосилки на ваших газонах. Оставь заявку. E-mail, фила. Человек оставил заявку, это лид. Вот, но в социальных сетях мы тоже можем собирать такие лиды. Вопрос, каким образом это делается. Итак, мы с вами сейчас определяем цель, что нам нужны вот прям конкретно телефон, e-mail и желательно имя человека, который хочет у нас что-то приобрести, чтобы потом я выгружала бы эту табличку с этими данными или просто эти данные даже без таблички, отправляла это все в отдел продаж, и сказал, ребята, я набрала, дальше вы. Вы там со скриптами продаж, холодными звонками. Мое дело вам собрать. Вот эти люди хотят приобрести нашу услугу или наш товар. Каким образом мы будем это с вами делать? Мы нажимаем на следующий блок, который называется генерация лидов. В рамках курса, который называется «Таргетированная реклама», мы прошагиваем все версии, включая б-тестирование, вообще что это такое-то, чем оно надо и так далее, и так далее. А сейчас, когда у нас есть 45 минут, которые надо провести с максимальной пользой, мы с вами пройдем остальное. То есть мы настроим компанию так, чтобы потом вы смогли запустить такую же и собирать себе потенциальных клиентов. Итак, название компании я, с вашего позволения, прямо напишу там «Генерация лидов 1». Мне не важно как, мне главное, чтобы она, ну, чтобы меня пропустила система. Я нажимаю слово «Продолжить». А вот эти кнопки не надо для обеспечения? Ничего не надо. Итак, мы сейчас не будем усложнять себе жизнь. Видите, мы определили цель, назвали компанию, появилась галочка. Видите? Вот точно так же мы сейчас пройдем до конца. Итак, я сейчас выбираю себе страницу, к которой у меня будет крутиться данная рекламная компания. Название группы объявлений. Это то, что я увижу у себя в ADS-менеджер. Эта группа объявлений должна как-то отличаться от других. Правильно? Поэтому в данном случае генерация лидов 1. А так, смотрите, например, у вашей компании несколько предложений. Например, вы продаете машины. Машины у вас разные марки, разные комплектации. В конце концов, у вас есть там услуги по, не знаю, там, вот резину зимнюю уже там все, не все поменяли. Услугу по зимней резине смены. Чего бы не набрать себе народ из вашего же района, которые хотят поменять зимнюю резину, если вы небольшой автосервис. И вот у вас получается название объявлений. Замена резины. Вы потом посмотрите, какое объявление, сколько принесло вам результат. Чтобы это не путалось между собой. Вы знаете, генерация лидов 1, генерация лидов 2, генерация лидов 3. А если у вас там 40 этих рекламных компаний? Мозг взорвется, запоминает, что там под номером 4, кого мы там собирали. Правильно? Значит, пропуская динамические креативы и каталоги, мы переходим сразу в блок аудитории. Это базовая настройка таргетированной рекламы, то есть таргетированной рекламы в кабинете. Мы с вами создаем новую аудиторию. Все, что касается вот этих вот сохраненных и индивидуально настроенных, то есть вот этот блок и вот этот, это ретаргетинг. Который, ну вот мы часа за 4 настраиваем ретаргетинг полностью. Но это 4 часа прям руками сидеть и делать. А сейчас нам важно что? Нам нужно собрать лиды в Инстаграме среди новой аудитории, которые нас не знают, не знают, нам нужны новые клиенты. Старыми мы займемся попозже. Итак, сначала мы определяем географию, то есть вот у нас есть Россия. Теперь мы начинаем писать город и методом подбора. Ну да. Но все люди тут стоят на автомате. Страна стоит на автомате, поэтому мы только город пишем. Обращаю ваше внимание, здесь автоматом стоит плюс 40 километров. Поэтому если ваша задача, ну только Москва, соответственно, можно вообще набрать только текущий город. И тогда у нас город в пределах МКАДа. Это я к вопросу, что Зеленоград и Новая Москва не войдут. Город в пределах МКАДа. Если вас интересует немножко пошире диапазон, ну вот можно, соответственно, километража добавить. 40 километров. А можно еще сделать такую очень полезную вещь, например, вам город не нужен. Вы тот самый небольшой автосервис, который находится на Бабушкинской. Вот люди, которые живут рядом, к вам поедут. А люди из Жулебина, скорее всего, нет. Им далече, у них там свои есть. Поэтому мы нажимаем на кнопку «Отметить булавкой». Удаляем город. Пишем «Отметить булавкой». И ставим булавку. Сейчас я увеличу. По значкам «Плюс» или просто колесиком мыши я увеличиваю карту. И я ставлю булавку вот это вот вместо моего автосервиса. «Плюс» 8 километров от этой точки. И вот я точно знаю, что для моего бизнеса вот эта аудитория, это моя. Они тут живут, им рядом доехать. Таким образом, я могу замечательно сузить аудиторию по географии. Весь город не нужен, нужен только вот этот. Если вам не важно, какой район, вы оказываете услуги всему городу, пожалуйста, вы снимаете, соответственно, булавку. Если вы снимаете, вообще ее не ставите. Отмечаете здесь город. И делайте таргет на весь город. Дальше я сейчас, с вашего позволения, эту штуку уберу. Поставлю «Москву», чтобы набрать побольше народа. Итак, значит, 1865 – это у нас таргет по возрасту. Мужчины и женщины, соответственно, по полу. Языки по языку, на котором говорит данный человек, на котором он пишет свой Фейсбук. У нас, когда был чемпионат мира, были бары, которые ставили рекламу, например, на португальском. И там писали «Болеешь за Португалию, у тебя здесь уже все свои». И иностранцы, приезжающие, соответственно, из Португалии, видели эту рекламу, которая крутилась на Фейсбуке в день, когда проходили, соответственно, международные игры. Следующий блок, который называется «Детальный таргетинг», у нас здесь есть рекомендации. Здесь вы видите мои рекомендации, это то, чем я чаще всего пользуюсь. А если вы нажмете у себя, то у вас будут рекомендации, которые в итоге выказят вам интересы. Демографическое поведение. Соответственно, я могу, например, подобрать здесь люди, которые... Чего уж там греха таить. Ну, например, вот родители с детьми дошкольного возраста. У меня демографические интересы – родители. А так, среди других демографических интересов можно выбирать себе образование, уровень дохода по финансам, события жизни, дни рождения. У нас особенно вот статус «Вскоре день рождения» любят различные компании, которые дают на день рождения скидки именинникам. Это могут быть бары ресторанов, день рождения, кружка бесплатная или 20% скидки. И заканчивая теми, которые говорят, приходи играть в боулинг и тебе как имениннику бесплатно. Потому что выбираешь события жизни, дни рождения и даешь содержание рекламы. Хочешь бесплатно в боулинг? Поставь заявку, и мы тебе отдадим там дорожку на один час. Выбирай сеть. То есть это такие вот продающие компоненты, которые позволяют настраивать очень точечное коммерческое предложение. Хорошо. Да. Какой лимит? Нет лимита. Лимита нет. До тех пор, пока у Фейсбука не исчерпается вариант, чего вы подбираете. Там много, правда. Вы имеете в виду, мы сейчас делаем рекламную кампанию. Сколько вы можете туда докидать интересов? Вот сколько, пока вы не исчерпаете все интересы, которые предлагает Фейсбук, можно добраться. Другой вопрос, что чем больше вы добавляете различных интересов вместе, тем более вы сужаете аудиторию. Потому что он начинает исключать. Это знаете как? Если человек интересуется, вы сначала берете, например, дом. Ваша задача, какие-то там домохозяйки, рукодельницы. Дом. Вам выбрали всех домохозяй. Потом вы пишете Москва, московских домохозяев. Потом вы пишете, интересуется сериалом «Друзья». Он вам выбрал московских домохозяй, которые интересуются сериалом «Друзья». Потом вы пишете «Имеет одного ребенка», то, соответственно, всех остальных он вам просто исключает. И аудитория становится меньше, 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 меньше. Вот здесь у вас с правой стороны есть прогнозатор, который при каждом новом параметре у вас изменяет данные. То есть потенциальный охват, сколько у нас народа, и сколько он может дать приблизительный охват за день с учетом трех лет использования Фейсбука до этого времени. То есть вот это вот 257, 1600 и 1600 охват предполагает, что в какой-то год, 21 апреля, была такая погода, что в интернете было всего лишь около 300 человек. А в другой год была такая погода, что в нем сидели аж полторы тысячи. То есть четкий охват, который он вам может обеспечить, четкой цифры не будет. Там будет приблизительный охват с учетом среднего потребления пользователя, зависит от месяца к месяцу и так далее, и так далее. И чем более вы добиваете объема детального таргетинга, тем больше вы сужаете аудиторию. Поэтому в этом смысле гораздо логичнее и правильнее делать так. Брать какой-то один большой и из него исключать то, что вам не надо. Например, вас интересуют московские домохозяйки, кроме тех, у кого дети 13 и старше лет. Вы набираете демографические интересы, родители, все родители, вот родители все, вот большой родители все. А потом исключаете из этой аудитории. Можно. Вот здесь, соответственно, у вас идет поиск там эти самые родители с детьми, которые старше какого-то возраста. Вот это вы включить условия, а вот это называется сузить аудиторию. После этого, когда мы определили, зачем нам нужна рекламная кампания, какую мы будем размещать страницу, какая у нас аудитория, вот только после этого мы приходим к блоку, который называется место размещения. Видите? И вот только вот здесь, вот это место размещения, у нас рекламный кабинет Инстаграма и Фейсбука разделяется. Мы с вами вместо автоматических плейсментов ставим сейчас редактировать. И у нас появляется Фейсбук, Инстаграм и еще два блока Аудиенс, Нетворкс и Мессенджер. Мы в рамках нашей сегодняшней встречи, соответственно, делаем Инстаграм, вот он здесь. Мы выключаем весь Фейсбук. Нас интересует реклама в Инстаграме, она интересует нас можно в ленте, можно в сторис. Ну вот, например, меня интересует Инстаграм только в ленте. И после того, как мы определили, что мы хотим сделать, мы переходим в блок бюджет и график. В отличие от рекламы по охвату, когда у нас нету стоимости цены за лид, здесь появляется новая поля, вот она, средняя цена за лиды и понимание дневной бюджета. Значит, что такое средняя цена за лид? Это та сумма, которую вы готовы заплатить за целевое действие. Например, вы продаете дни рождения, организацию дни рождения. У вас среднее день рождения ребенка стоит 15 тысяч рублей. Сколько вы готовы отдать за одного такого клиента? 15 тысяч рублей средний чек. 100 рублей готовы отдать? А, 200. И вот тут у нас стоит вопрос. Во-первых, сколько есть на бюджет, сколько мы готовы отдать. А во-вторых, мы, когда настраиваем рекламу, мы настраиваем ее фактически в формат аукциона. Только мы делаем аукцион не как контекстная реклама, когда у нас идет купить бассейн на дачу. И там первые три места, компании соревнуются одни и те же, они все продают нам бассейны. То здесь мы соревнуемся с рекламными предложениями на одну аудиторию. Рекламные предложения могут быть разные. Поэтому у нас бассейны соревнуются с удочками, соревнуются с детскими днями рождениями, соревнуются с тренингами по СММ, соревнуются с кожными куртками для мотоциклов и так далее, и так далее, и так далее. И сколько другие участники готовы выкупать вот это целевое действие, нам тоже не видно. Отсюда морали. Не ставьте никогда много. Поставьте в пределах 120 рублей, посмотрите, лиды продаются. Если они и так продаются, зачем платить больше? Наоборот, поставьте тогда меньше, поставьте 100. Стали хуже собираться? Вернитесь на 120. Другой вопрос, что на каждом рынке в зависимости от покупки есть своя цена. Вот, например, цена среднего льда на тему шиномонтажа, то есть приезжай, меня резину, в Москве составляет в пределах 250. Это если мы на всю Москву к нам даем, 250. А если вы собираете лиды, купи квартиру, ценник совершенно другой, то там и цена льда будет явно не 400 рублей. Там прям будет за тысячу. Но при том, что квартира стоит миллион с гаком и не один, то цена вопроса тысячу за лид, а миллион вы, там, 3, 4, 8 и так далее, миллионов вы получаете. Вот, поэтому вот что касается средней цены за лид, это вот такой вопрос. Очень плавающий и очень непонятный. Сколько на вашем рынке плюс-минус? У нас есть, конечно, прогнозатор, который говорит, охват менее 10, лиды менее 10, но кто его знает? Это тоже, знаете, такой пальцем в небо прогнозатор. И на, обращаю еще ваше внимание, чтобы никто не попался, посмотрите, пожалуйста, у нас Facebook работает с 20% НДС. Поэтому с вас снимают деньги не 400 рублей, вы будете тратить 2 800 в неделю, а 2 800 плюс ТС. Поэтому, когда вы берете бюджет на раскрутку и на рекламу, обращайте внимание вот на эту цифру. Total amount – это то, что вы реально потратите. Чтобы потом не было обидно, когда бухгалтерия вам перечисляет 2 800, вы честно откручиваете, получаете лиды, а потом доплачиваете 600 рублей своих денег НДСов избука. Или объясняете главбуку, что вам нужны еще деньги. Ну, как бы, чтобы не было вот этих лишних итераций, лучше сразу такой расчет делается, дальше пишется total amount следующий, и отправляется фраза бухгалтерии «Мне нужны от вас столько-то денег». Чего? Я пропустила тип связи, потому что в рамках семинара у нас нет задачи рассказать вам то же самое, что мы рассказываем на курсе таргетированной рекламы, вот так по-честному. Там три субботы подряд, прицельно мы сидим, и вот в этом во всем копаемся досконально. А мы сейчас с вами разбираем базовую настройку, которая позволяет в пределах основных всех вещей настроить рекламу, чтобы вам получать лиды из Инстаграма и не терять. Потому что обычно делают рекламу по охвату, она гораздо проще, чем вот рекламу со сбором лидов. И заодно я уж рассказываю, чтобы вы там не попались, тут не попались в избежание. Значит, после того, как вы установили, соответственно, стоимость льда, стоимость бюджета, посмотрели, что вот этот НДС, дальше мы нажимаем слово «Продолжить», и мы с вами переходим уже к созданию самого объявления. Вот видите, у нас в бюджетной графике пился галочка, галочка, галочка. Здесь все сделано, здесь все сделано, здесь все сделано. Значит, формат рекламного объявления предполагает здесь две версии. Кольцевая галерея. Тогда вам надо принять. Вам нужно вернуться вот сюда вот на страницу, дай бог памяти, где страница, и там нажать «Принять пользовательское соглашение». Это вот здесь вот будет, вот страница, выберите страницу, и вот здесь вот будет «Принять пользовательское соглашение». В пользовательском соглашении написано про то, что вы не призываете к нехорошему и не совершаете ничего неправильного. Так, значит, кольцевая галерея. Вы наверняка видели такие, у нас их очень любят интернет-магазины, особенно одежда, потому что три-четыре файла в одном объявлении позволяют сразу сделать вся коллекция. Новая коллекция, там сразу, значит, шляпка, туфли, сумка, шмотки, купите полный лук. Вот. Однажды я видела кольцевую галерею, которую совершенно прекрасно сделала фитнес-студия. Значит, она взяла изображение пути человека из обезьяны в человека. Знаете, такая согбенная горилла, потом человек умелый, человек разумный, человек такой современный с копьем, школьный учебник, прям вот такая вот штука. Только последний кадр был человек не с копьем, а человек с гантелей. Ну, шо с гантелей? Соответственно, там, где была горилла, там была надпись, вы не ходите в фитнес-клуб, человек, соответственно, там вот неандерталец, посещаете клуб один-два раза в день, и последнее, соответственно, вы ходите именно в наш, и вам там хорошо, ну, в общем, такое вот пошаговое решение, как трансформируется человек. А так обычно вот кольцевую галерею у нас замечательно делают компании, где либо сложные составные услуги, типа кадровое агентство, которое долго рассказывать, за одну картинку не расскажешь. Или вот обычно, конечно, шмотки. Шмотки очень любят кольцевые галереи. Итак, мы делаем здесь, у нас по левой стороны идет типовой текст. С правой стороны у нас идет картинка. Сейчас я со своей странички загружу какую-нибудь картинку симпатичную. У меня все страницы. Картинки все брендированные. Это, господи. Сейчас загрузаем вам что-нибудь. С зеленым самолетом. Вот у нас рекламное объявление. С правой стороны мы его делаем. С левой стороны нам показывается, как оно будет видеться. Текст, картинка. Можно сделать видео-слайд-шоу для сильно желающих. Добавить заголок. То есть, когда вы понимаете, любой элемент рекламного объявления, который вы делаете, делает его продающим. То есть, чтобы вы туда не допрасывали, соответственно, кнопочку регистрации, описаний и так далее. Это все продающие элементы. Поэтому можно пользоваться этим, как дополнительными знаками. Вы же знаете, у нас 250 знаков, правильно, Инстаграм. А дальше все. Дальше мы не видим. Дальше еще или подробнее. Но все схлопывается. Дальше мы выбираем кнопку. Вот тут у нас начинается форма сбора тех самых лидов. Обращаю ваше внимание. Смотрите, что у нас есть. Подать заявку, забронировать, скачать, получить приглашение, подробнее, регистрации, подписаться. Хороший вопрос, что выбрать лучше. Значит, если у вас отель, то, наверное, правильнее будет забронировать. Но другой вопрос. Вы представляете себе, человек выбирает отель. Хочет выбрать какой получше. А ему вместо того, чтобы нежно, но вы давайте нам оставьте данные, и мы вам вышлем предложение и поговорим, может быть, вы выберете нас. Ему сразу в лоб, бронируй. Господи, я выбираю только. Я не хочу бронировать. Мне только информация нужна. Поэтому многие СММщики считают, что кнопка забронируй, это очень в лоб прям. Ну, прям совсем нехорошо. А вот ребята, которые продвигают театры, музеи, считают, что фраза там забронировать, это прям замечательная работа. Потому что это бронь билета, это понятно театрално. Это не так опасно, в смысле, если вы бронируете гостиницу, то это одни деньги. А если бронь билета, то это вообще другое. Соответственно, дальше. Кнопочка скачать. Вы наверняка видели такие объявления, где написано, хочешь 10 примеров настройки хорошего таргета. Скачать. Вы нажимаете скачать, вас перекидывает на посадочный лейнинг. Там написано, оставь свой e-mail, и мы тебе все вышлем. Вы оставляете e-mail и получаете что-то по e-mail. Иногда даже очень ценное. А человек получает ваш лид. То есть это такая сложная форма, которая требует лендинга прокладки, на которой вы гоните свой трафик. Мы, соответственно, здесь в форме сбора лидов. Я бы, наверное, оставила получить предложение. Нам же надо, чтобы люди оставляли данные, которыми мы потом воспользуемся. Поэтому я выбираю получить предложение. И вот у меня эта кнопочка кликабельная. Вот она синенькая. Получить предложение. И после этого мы доходим до того, ради чего вообще все и начиналось. Форма сбора лидов. У вас на экране видны мои формы. У вас на экране, скорее всего, их пока нету, если вы никогда такие штуки не подключали. А я сейчас вместе с вами сделаю ее заново, и я нажимаю новая форма. Вот она. В конце объявления, еще разочек, объявление сделали. Вот это вот текст, видите? Объявление сделали. Пока все точно так же, как в формате классической рекламы по охвату. Просто реклама по охвату заканчивается на этом. Дальше внизу зеленая кнопочка с надписью, вот здесь вот она бывает, отправить на модерацию или создать в зависимости от версии Фейсбука. И все. Реклама проверяется и начинаются показы. А в сборе лидов у нас идет, еще надо создать обязательно моментальную форму сбора. Форма сбора выводит двухчасно. Давайте я вам покажу свою. Вот это ее первый экран. Картинка, логотип, текст. Если вопросы, мы перезвоним, все расскажем. Введите имя, введите телефон. Ссылка на то, что я обязуюсь никому, левому, не передавать эти данные во вред. И когда человек мне все это заполнил, у меня появляется второй экран. Картинка, спасибо, ну как-то мотивационная фраза. И фраза на нашем сайте еще больше интересного. При клике на это человек переходит на сайт. Прямо из формы сбора. Поэтому делаем форму сбора. Начинаем с конца, с самого простого. Значит, экран благодарим. Это второй экран. Тут самое спасибо за то, что вы нам отдали ваши данные. У меня, как у многих людей Российской Федерации, Facebook тоже переведен на русский условно, поэтому здесь по-русски, а фраза на английском. Так трогательно. Значит, спасибо. Мы ничего другим не передадим. Вот это тип кнопки, да, готово. View of site. Тип кнопки сайт. Еще есть вариант скачать. И можно еще вариант позвонить компании. Ссылка на сайт при условии, что я ставлю эту кнопочку, обязательно. Вот это та самая кнопка. И переходите на сайт, если хотите. Вот экран, благодарим. Дальше. Политика конфиденциальности. Facebook обязательно ставит эту приписку, потому что мы просим у людей личные данные, которые они нам должны добровольно отдать. Помимо того, что Facebook их передает фактически только внутри Facebook. Facebook, Instagram, да, общего холдинга. И не просто только внутри своего собственного холдинга, но и в рамках их добровольного решения. Он должен быть уверен, что мы тоже никуда дальше это не отдадим. Мы собираем только для себя. Поэтому Facebook просит, чтобы мы сюда написали ссылку на наш сайт. Вот сюда, вот текст ссылки. Где на нашем сайте тоже написана политика конфиденциальности. Как обычно это делают люди. Когда очень надо. Значит, пишется, берется красивый текст какого-нибудь вот политики соглашений ВКонтакте, хорошо такие штуки пишет. Но чтобы не писать самому. Делаются краткие выжимки о том, что мы никому другому не отдадим. И размещается на сайт куда-нибудь внутрь. В блок новости пятилетней давности. Главное же, чтобы было. Оно действительно есть на сайте. Просто очень глубоко зашито. Дальше ставится ссылка на эту страницу. И Facebook пропускает. Потому что действительно же есть данные на сайте? Есть. Написано? Написано. Про то, что написано давно. Ну, значит, они уже давно конфиденциальностью данных занимаются. Отлично. И на этом, собственно говоря, дело и заканчивается. Вот это блок вопросов. Мы с вами перешли на первый экран. И есть та самая форма, которая позволяет собирать данные. У вас сейчас были видны мои настройки, где я собираю e-mail и имя. Как только мы набираем вот здесь, вот видите, еще параметры, что мы можем попросить? Например, полное имя вам не нужно. Вам нужно просто имя и e-mail. Имя и e-mail. Видите, собираться будет как. Или, например, e-mail вам не нужен, потому что ваши связи пишут по e-mail этим прекрасным гражданам, а они не отвечают. Вам телефоны нужны, потому что по телефону лучше, быстрее дозвониться и продать. Хорошо. Имя, телефон. Можно еще поставить, в каком городе вы живете. Это особенно, знаете, как хорошо, у нас есть такая кофейня-шоколадница. Она большая сетка и в разных городах присутствует. Вот шоколадница запустила вот такую форму сбора ледов, где написано, хочешь десерт бесплатно, оставь данные, мы тебе пришлем код. И они, соответственно, собирают имя, телефон, куда код высылают, и город, потому что сеть. В каком городе, соответственно, вот это вот вкусняха бесплатно, если ты придешь в кофейню, а дальше уже там. А дальше скрипт работы официанта. Развести человека на больший средний чек. Демографические данные, дата дня рождения, пол. Видите, тут достаточно много каких есть пунктов, которые вы можете собирать. Как правило, для продаж обычно собирают вот это вот имя, телефон, e-mail. Но поскольку у нас люди ленивые, оставляют имя, телефон, или телефон, либо имя e-mail. А дальше вы уже выбираете, что для вашего бизнеса лучше. То или другое. Дальше у нас идет краткая информация. Это заголовок. Мы все работаем с первым экраном. Как вы должны звучать. СММ-компания, например. Можно использовать изображение из вашей рекламы, то есть ту же самую картинку, которую вы загрузили. А можно использовать другое изображение. Вот, пожалуйста, меня отправляют при фразе «загрузить изображение» на мой же рабочий стол. Сейчас посмотрим, что-нибудь есть здесь или нет. Тут какой-то код, а что мейли мой предыдущий коллега оставил. Вот, пожалуйста, у меня мое изображение с зеленым самолетиком в рекламе, а здесь код, а что мейли. Оставь свои контакты. То есть я про то, что вы можете рекламу давать с одним имиджем, особенно если это слайд-шоу, да, с несколькими имиджами, а собирать данные еще с одним. И вот после того, как вы все это сделали, вы нажимаете на кнопочку, соответственно, если вы хотите вернуться и что-то доделать, еще сохранить, а если вам форма уже нравится, вы уже все собрали, вы нажимаете на «завершить». Все, ваша форма готова. После того, как вы подключили эту форму, вы нажимаете на кнопку «подтвердить», вот эту зеленую, и ваше объявление отправляется на модерацию. Все. Теперь оно будет смотреться, как мы настроили в Инстаграме, на «Женщины в Москве», там 18.45 имеющих детей с данным рекламным предложением, что мы тут понаписали, и если они хотят получить это предложение, они в нашу форму будут оставлять свои данные. Каким образом это выглядит? По факту. То есть что получается у нас в итоге? Вот у меня есть рекламная кампания, которая сейчас действует. То есть как вы все это получите? По факту. Вот у меня стоимость 160 за лид. С очень смешным бюджетом. И за 6000 показов у меня собралось 5 лидов. Теперь эти лиды я хочу получить. У нас Facebook немножко не хочет выгружать для вас лиды. Это неправильно. Пока мы заставим его выгружать нам лиды, я добавлю о том, что, значит, у нас лиды сохраняются. Вот я перешла в рекламную кампанию. У нас лиды кликабельные, они у нас голубенькие. Они сохраняются в двух форматах. Нажимаю «Скачать». CSV и XLS. Формат CSV – это самый популярный формат для рекламы Facebook. Если вы будете заниматься ретаргетингом, то вам тоже будут просить обязательно «Отправляйте нам данные в формате CSV». CSV – это один из вариантов Excel. Когда вы забиваете файл Excel «Создать», дальше вы что-то там забиваете. А если вы выберете «Сохранить как», вам в том числе предложат формат CSV. Поэтому если у вас есть база, которую вы храните в Excel, база клиентов, база контактов, а вам нужно загрузить ее в социальные сети и отправить в ретаргетинг, вы берете эту базу, делаете копировать, сохраняете как CSV и загружаете. Больше ничего не требуется. Итак, сейчас у нас открывается файл, который собирает нам лиды. Формат CSV, видите, открывается офисом Excel. И выглядит следующим образом. Название рекламной кампании, когда она была создана, номер рекламной кампании, то все вот эти технические параметры, вот они мои, возраста, добавленные, соответственно, сертификаты, а в самом конце – собранные лиды. Они выглядят вот так вот. То есть по моей заявке, в данном случае это была, соответственно, покупка сертификатов на персональный праздник, вот у меня собранное имя и e-mail через ту форму, которую я только что сделала при вас. Форма выгружается в любое время дня и ночи, в фейсбук работают голосовщие. Это не сомнили? Нет, они оставили данные в эту форму. Они ее убили, в фейсбуках сохранил, и в формате CSV я могу их вот так вот выгрузить, прямо из рекламного кабинета. Ну, дальше я это копирую и отправляю в ССЗАМ. Вы, ребята, они хотят купить у нас вот эти сертификаты. Давайте. Дальше вы. Вот, собственно говоря, вот так. Такая очень несложная, казалось бы, история, которая позволяет собирать конкретных клиентов с конкретными контактами, а дальше их уже обрабатывать. Дорогие друзья, ваши вопросы. Галочки, которые называются только в Инстаграм. Это места размещения. Места размещения. Вот они. Когда вы в них заходите первый раз, у вас всегда стоит галка вот здесь. Автоматические плейсменты. Вот автоматически это означает, что вас покажут везде. Фейсбук, Инстаграм, мессенджер Фейсбука, аудиенс, нетворст, везде покажут. Но если вам нужен только Инстаграм, например, вы выбираете редактировать плейсменты. У вас просто все это открывается, вся эта вот кухня. И вы вручную ставите галочки, куда вы хотите размещаться. Я точно так же сейчас поставлю галку и скажу, Фейсбук мне тоже интересен. И у меня тогда рекламная кампания пойдет и в Фейсбук, и Инстаграм. Нет, никакого отдельного отчета у меня нет. Я просто залезаю в саму рекламную кампанию, выгружаю и вижу, вот здесь, видите, платформа. ИГ, Инстаграм. Инстаграм, а если бы у меня было бы дверь там и там, то было бы там ИГ и ФБ. Фейсбук, Инстаграм. Вот здесь было бы. Тяжело. Он будет показывать ИГ и ФБ вместе в одном окошке. Вместе в одном Экселе. Тогда надо будет вручную посчитать. Потому что вот вы загружаете этот самый файл от СЛС. Смотрите. То есть если вы стоите в ФБ, там будет именно ФБ. Да, будет стоять ФБ. Конечно, прямо вот здесь. А дальше вы вручную считаете, сколько вам пришло. Если у вас есть понимание, что в Инстаграме у вас все то же самое, но дешевле, вам надо делать две рекламные кампании. Одну подешевле залить в Инстаграме, вторую подороже залить в ФБ. Теперь это надо переварить. И руками еще раз пройти. Потому что по сути ничего сложного нет. Но когда мне первый раз самой объясняли, что такое ретаргетинг, мы просидели 7,5 часов. Я потом пришла, переварила, думаю, господи, что мы там обсуждали 7,5 часов? Это же 15 минут максимум. Но просто первый раз, чтобы это зашло в голову, и было настолько все прозрачно и понятно, мы хорошо просидели вот прямо подольше. Вот здесь это примерно то же самое. Опять же, за 45 минут, поймите правильно, я не расскажу вам никогда весь таргетированный кабинет. И мы даже делая одно объявление, пропустили там каталоги, пропустили, динамические креативы пропустили, оботтестирование пропустили. Потому что про них можно отдельно, по 45 минут каждый. И тогда у вас вот прям целиком, целиком, целиком. Но для того, чтобы собирать лиды, этого уже достаточно. Можно, в принципе, уже и так запускаться. И оно будет собираться. Можно и так запустить, и у вас она сказала, что человек взял. Это получается так, и люди на рекламный время, люди оставляют свои контакты, а уже потом дальше... А дальше вы им звоните, да. А есть такая возможность, чтобы организацию позвонить? Вы знаете, это... Не знаю, это можно делать любыми способами. Главное, чтобы написать так, чтобы человек захотел вам позвонить. Это можно даже и рекламу, в общем-то, не давать. Написать прям пост. А в посте телефон. А уж захочет человек вам позвонить или нет, это его выбор. Здесь-то вы намеренно... Здесь-то вы намерены... Да. Если произойдет действие, выбираешь подписаться, то что продолжает этот технолог? Что будет показывать? Он будет показывать e-mail, он будет показывать ссылки на профиль. А, все это? Да. Подписался, да? Кто подписался? То есть, по сути, можно видеть конкретного человека, да? Ну, да. Другой вопрос, что если вам прям принципиально важно видеть конкретного человека, то да. Но это вопрос, ну, наверное, к вашему бизнесу. Насколько это нужно для бизнеса? Видеть, кто конкретно подписался на группу. Вот так вот. То есть, если вам нужен прирост подписчиков, и вы запускаете вот это ради этого, то проще запускать не подбор лидов, которые... Форма именно собирает лиды, а запускать охват там будет дешевле, и они уже будут приходить вам в группу, и вы будете... Это все равно их уже свобода воли, подписаться на вас или не подписаться. А дальше вы можете как-нибудь их дополнительно мотивернуть всем подписчикам, ну, какая-нибудь плюшка. Подписался что-нибудь. Да, по очереди. Да, вы абсолютно свободны. Спасибо вам огромное. Надеюсь, это было динамично, как креативы. Да. Спасибо. 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 Спасибо.